25 июня 2017 года. Парусно-моторная яхта «Гончаровский меридиан-130» с ульяновскими школьниками, влюбленными в географию, отправляются навстречу приключениям. Если быть более точным, то региональное отделение Русского географического общества подарило ребятам незабываемые каникулы – путешествия от столицы нашей губернии до Кижей и обратно. Причем организаторы большое внимание уделили безопасности. Мы будем же не просто плавать, мы будем в каждом, практически во многих городах останавливаться, у нас будут экскурсии, мы будем ходить в какие-то музеи, будем изучать этот город. Конечно, когда мы плывем до Кижей, мы пройдем основные культурные города по Волжье, это, конечно, будет познавательно. Мы будем обсуждать какие-то критические ситуации и как себя вести подобно. То есть пока еще не отрабатывали каких-то базовых вещей? Ну, какие-то базовые вещи мы, конечно, обсудили, а детали мы, я думаю, рассмотрим, у нас будет много времени. Волга сразу стала испытывать всю экспедицию на прочность. Великая Русская река была неспокойна, но юнги четко выполняли все команды капитана Сергея Шпади и его помощников. Кстати, в обязанности юнг двух юношей и двух девушек входили. Работа с парусами и помощь в швартовке. Если мальчишки были на виду, то девушки несли вахту на Камбузе. Я нахожусь под большим впечатлением от пошедшей экспедиции. Больше всего мне запомнились моменты готовки, приготовления еды в условиях шторма. Это незабываемые впечатления. Было тяжело в какие-то моменты тянуть тросы, но в целом я очень рада, что участвовала. Так как чувствовать себя матросами, это очень романтично и к моему духу очень близко. К слову, романтики оказалось с избытком. Во-первых, Волгу постоянно штормило. Во-вторых, началась морская болезнь. А в-третьих, некоторые из взрослых членов экипажа умудрились простудиться. Буквально на глазах произошло слияние из непонятных людей, которые непонятно как набрали, и вдруг раз и получаем команду. Это было буквально чудо. Ребята, ну они просто герои. Потому что не каждый из взрослых выделил то, что выделили желание. Они наглотались, извините за выражение, полной ложкой. Были и светлые моменты. Например, остановка в Чебоксарах, где представители местного отделения Русского географического общества провели ребятам прекрасную экскурсию. Правда, потом на Волге вновь случился шторм. И в определенный момент, чтобы не подвергать всю экспедицию неоправданному риску, капитан яхты принял решение выбросить или посадить судно на мель. Ночью выбрасывались на мель. Из-за чего? Из-за того, что просто ветровая обстановка не позволяла идти дальше. Мало того, не позволялось. Давала реальную угрозу. Поэтому капитан принял решение выброситься на мель. Уйти за острова и выброситься на мель. После этого сходили 4 часа. Напомним, когда Ульяновск накрыло двумя циклонами, аналогичная непогода, а точнее сильнейший шторм разыгрался и в районе Нижнего Новгорода, куда смогли добраться участники нашей экспедиции. И уже там, на родине Максима Горького, приняли решение вернуться домой. В целом, я могу сказать, если кто-то добавит, что экспедиция в целом удалась. Потому что накоплен большой опыт проведения таких экспедиций. И мы в планах имеем сейчас, на будущий год, продолжение такой экспедиции. Александр Золотов добавил, что на будущий год будет сделан упор на техническую сторону подготовки. Также планируется привлечь коллег из Чебоксар. Алексей Матюнин, Александр Кудряшов, репортер 73.